Вот я, например, почему и ездил, как говорят в этом плане, вот ездил зарабатывать и в России, и везде, в силу того, что каким-то образом невостребованный. Может быть, это идет от того, что я уже думаю, с советских еще времен, когда я вот, как говорят тоже Валерий Васильевич одно время, если вы помните его, кто-то или Граммов, или кто-то чуть ли тренерского права не решил. В 83-м году. А вот меня после 86-го или какого-то года, по сути дела, все команды приглашали в высшие лиги, и когда я приходил, и казалось бы, давайте заключать договор, они им все говорят, да ты же враг народа. Кто это дал? И сразу отказывались, и вы представляете как? И даже сюда перешло это дело. То есть я получился изгой. В полном смысле этого слова. Мне же пришлось до любительского футбола опуститься. Мне многие говорили, а тебе не стыдно? Я говорю, стыдно? Молодой человек, а чем я кормить семью? У меня три дочки. Чем я семью-то буду кормить мой золотой? Воровать я не научился. Чем? Вот я и шел, я шел в любительский футбол, потом меня брали опять куда-нибудь там вот вывезти Тюмень. Я Тюмень высшую лигу выводил. Там хоть денежки были уже хорошие, я уже ожил опять, вроде опять стал Эдуард Васильевич. Я никогда никому это не говорил. Вы понимаете, в чем дело? Я дошел до того, у меня слезы на глазах. Как же я детей-то кормить буду? У меня же три девочки. А мне работать не дают. За рубеж должен был ехать. Были и ФРГ приглашения, и все. На всех написано. Потом уже узнал. В связи с черномским заболеванием рак крови у Малафеева. Ну, ем.